В эфире программа «Территория закона». Главные темы сегодняшнего дня. Продлили домашний арест. Состоялось очередное заседание по делу ректора Рязанского госуниверситета Андрея Минаева. Пришел в гости и угрожал убийством матери, сестры и малолетним племянникам. Дебошир из Рязанского района предстанет перед судом. Учения в условиях, приближенных к боевым, как прошел полевой выход Рязанского СОБРа. Следствие выступило в суде с ходатайством оставить Андрея Минаева под домашним арестом. Ректоры Рязанского государственного университета задержали 1 апреля. В отношении него возбуждены два уголовных дела за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. В особо крупном размере. Ректоры Иргу Андрея Минаева заключили под домашний арест на время следствия до 30 мая. Пока расследование дела не окончено, следствие посчитало нужным оставить Андрея Минаева под стражей еще на месяц. Необходимо провести очные ставки, допросить свидетелей. Смягчить меру пресечения, отпустить Андрея Минаева под подписку о невыезде, запретив посещать вуз и общаться с сотрудниками, представляется невозможным. Он может повлиять на свидетелей. Следствие продолжается. Оно не на стадии окончания расследования. Необходим ряд проведения допросов и также иных следственных действий, которые требуют времени. В связи с этим следствие решило продлить мерчание домашнего ареста на один месяц. Сторона защиты представила документы о состоянии здоровья Андрея Минаева, настаивая на том, что ему необходимо пройти обследование и ложиться на операцию. Однако, как оказалось, экстренной медицинской помощи ему не требуется. Необходимы определенные документы в виде заключения комиссии врачей. В настоящее время данные заключения не предоставлены, поэтому следствие полагает необходимо все-таки продлить данные меропресечения. Ректор ИРГУ Андрей Минаев по-прежнему продолжает занимать свою должность. Напомню, его задержали 1 апреля. Как было установлено, руководство вуза готовилось к предстоящей государственной аккредитации. Стремление получить расположение проверяющих лиц из Рособорнадзора и сыграло роковую роль. Руководство вуза подготовило распоряжение о поощрении работников университета. На цели был выделен 1 миллион 200 тысяч рублей. Часть этих средств планировалось использовать на так называемые представительские расходы, организацию приема по случаю приезда комиссии. Когда решался вопрос о мере пресечения для Минаева в Советском суде, подозреваемого в тяжких преступлениях проводили в зал под аплодисменты. Тогда суд вынес решение оставить Минаева под стражей, но адвокаты обжаловали это решение. Областной суд сменил эту меру на более мягкую – домашний арест. На последнем заседании суд поддержал ходатайство следствия. Если адвокаты не смогут обжаловать решение, Андрей Минаев останется под домашним арестом до 30 июня. Напился и забил мать до смерти в суд. Направлено дело в отношении бывшего полицейского. Расскажем, из-за чего произошел конфликт, ставший причиной трагедии. 54-летний житель Рязани, бывший полицейский, а до недавнего времени сотрудник частного охранного предприятия, приехал к матери в Соколовку. Это был обычный выходной, в который он решил выпить и помочь ей по хозяйству. Стал ей предъявлять претензии по поводу того, что она якобы хотела подарить свой дом соседке. При этом попросил у нее предоставить ему документы, оправив собственно данное имущество. Последняя найти их не смогла, в связи с чем он на нее разозлившись, стал причинять ей телесные повреждения. Мужчина начал сбивать мать, наносил ей удары по голове и телу. Сколько раз тебе было говорить, что надо этот документ, этот сережный документ. Я ее отсюда ударил вот так вот. Женщина через некоторое время скончалась от полученных повреждений. Мужчина, поняв, что произошло, вызвал скорую и полицию. Сначала рассказал следователям, что пришел в дом, а мама уже лежала без признаков жизни. Но собранные доказательства заставили его признаться в содеянном. Как поясняет нам обвиняемый, что вот алкоголь повлиял на него, стал себя не контролировать, вспышка агрессии, по сути, ничем не обоснованная, и не менее 10 ударов нанес. То есть ее шансов не умерла практически, да? Да, умерла она от причин смерти и является закрытой черепно-мозговой травмой. Мужчина полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием, согласился на проверку показаний на месте преступления. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет СИЗО до 20 июля. По статье «Умышленный причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, ему грозит срок до 15 лет лишения свободы». За причинение смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело в отношении жителя Сасова. Утром 16 мая 60-летний мужчина, работая по найму, по указанию подозреваемого, демонтировал бетонные блоки, являющиеся основанием фундамента бывших сельскохозяйственных построек. Во время подкопа на находившегося в траншеи мужчину обрушилась кирпичная стена, которая лежала на поверхности земли с края траншеи. От полученных травм он скончался по дороге в больницу. Пришел в гости и угрожал убийством матери, сестре и малолетним племянникам. Перед судом предстанет житель Рязанского района, который нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Ему грозит реальный срок лишения свободы. Если бы не вмешалась прокуратура, он бы мог получить более мягкое наказание. Мужчина уже был судим за грабеж и неуплату алиментов. Нигде не работал. Получал небольшую пенсию, которая уходила на покупку спиртного. В тот день он вернулся в дом на веселе. В квартире находились его мать и сестра с детьми. По незначительному бытовому поводу придрался к своей родной сестре, которая также гостила у матери, и ее детям. И начал в ходе разразившегося скандала срывать со стен фотографии в рамках и разбивать их об пол. Сестра попыталась воспрепятствовать ему и спасти фотографии. Обвиняемый схватил ее и начал душить. Потерпевшая пыталась убрать его руку от шеи. В какой-то момент у нее это получилось, и она стала кричать и звать мать на помощь. Мать вбежала в комнату и ударила обвиняемого рукой по спине. Он отвлекся и ослабил хватку. Когда сестра смогла вырваться, он сказал, что прирежет всех, находящихся в доме, попытался выйти в кухню, где находились кухонные ножи. Потерпевшие ее мать испугались этих угроз и вдвоем сумели вытолкать обвиняемого из квартиры, заперев за ним дверь. Действия обвиняемого были квалифицированы только как угрозу убийства. То есть по части 1 статьи 119, которая относится к преступлениям небольшой тяжести, и наказание составляет не более трех лет лишения свободы. Не согласились мы с такой квалификацией. Усмотрели более тяжкое преступление, а именно покушение на убийство. А также угрозу убийством еще один эпизод, связанный с угрозами применить ножи в отношении всех находящихся в квартире. Уголовные дела были соединены в одно производство. Обвиняемому были вменены два преступления. Его вина была доказана, составлено обвинительное заключение, после утверждения которого уголовное дело направлено в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу. Полицейские задержали двух рязанцев, подозреваемых в серии краж велосипедов, из подъездных домов в Рязани и Рязанском районе. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Украли семь велосипедов. Владельцы утверждают, что они пропадали рано утром или поздно вечером. При этом серия краж была совершена в многоквартирных домах, как в самой Рязани, так и в ближайших населенных пунктах. Проходили подъезд, шли к друзьям или к кому-либо, к знакомым. Ну, видели там велосипед, забирали и вдруг уезжали. Преступники признаются, что многие велосипеды либо вообще не были пристегнуты, либо закрывались на китайские замки. Достаточно было надавить на них, и замок отщелкивался. Похищенные сбывали случайным знакомым. Цены называли небольшую. Однако предложения поступали регулярно, и каждый раз мужчины предлагали разные велосипеды. Это насторожило людей, и они обратились в полицию. Я безработный. То есть убить время, что-нибудь там покушать, поездить на машине, ну и по полинаркотике. Следствие выяснило, что по преступнику употребляют синтетические наркотики. Часть краденных велосипедов удалось изъять. Местонахождение остальных полицейские выясняют. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Также в настоящее время сотрудники полиции выясняют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Галина Кудряшова, телекомпания «Город». Сел за руль в нетрезвом состоянии, чтобы покататься. По пути увидел сотрудников полиции и решил узнать, зачем они приехали в деревню. Жители Спасского района на три года лишили прав, к тому же ему предстоит выплатить штраф. Рязанцы уже лишали прав управления. Тогда он сел за руль мотоцикла в нетрезвом состоянии. В этот раз в одну из глухих деревень Спасского района приехал с друзьями отдохнуть. Выпив алкоголя, сел за руль, поехал кататься. В деревне увидел сотрудников полиции, решил узнать, для чего они приехали. На этом его поездка закончилась. Полицейские позвонили в ГИБДД. Экспертиза подтвердила, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Посудим пытался создать себе искусственное алиби, заявив, что он не мог управлять автомобилем из-за технической неисправности. Несмотря на довод защиты, прокуратура района смогла доказать суду виновность лица. Машину у водителя конфисковали сразу. Сесть за руль он сможет нескоро. Суд избрал в качестве меры наказания максимально разрешенный законом срок лишения права управления транспортным средством. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 3 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Прошел полевой выход Рязанского СОБР. Такие учения бывают дважды в год и проводятся после каждого периода обучения. Полевые выходы позволяют более тщательно подготовиться к выполнению задач возложенных на отряд. Им нужно двигаться плавно и осторожно, чтобы оставаться незаметными. Любое резкое движение их выдаст. По земле, на которой трава и листья, они ступают практически бесшумно. Звуки издает съемочная группа, которая пытается уловить каждое движение. Их видно только в том случае, если знать, куда смотреть. Они бойцы специального отряда быстрого реагирования, или сокращенно СОБР. Нашей съемочной группе удалось побывать на одном из полевых выходов. Полевой выход проводится для подведения итогов обучения за полугодие подразделения. Полевой выход обычно продолжается от 5 до 10 суток. Сейчас идут четвертые. Задачи на таких выходах перед бойцами ставятся самые разные. К сожалению, все их озвучить нельзя. Только часть. Отрабатываются новые задачи, новые вводные, новое введение по тактике. Смотрится, какую экипировку, какая подходит, какая не подходит экипировка. И каждый боец уже решает для себя тот минимум необходимый, который нужен ему при выполнении боевых задач в отрыве от подразделения. По окончанию полевого выхода бойцам СОБРа выставляются оценки по боевой подготовке, стрельбе, тактике. Ведь это полугодовое подведение итогов. Командир отряда рассказал, что рязанские специалисты всегда получают только хорошо и отлично. Иначе просто не могут. На настоящий момент у бойцов СОБРа уже был и марш на 50 километров, и ночное ориентирование, ночная переправа через реку, а также стрельбы в составе подразделения. По окончанию каждого упражнения они возвращаются в полоточный городок. Не дом, конечно, но все необходимые условия есть. Палатки, где спят бойцы, здесь выставляют охрану, как в поле добавляет командир СОБРа, как на войне. Есть своя полевая кухня, где готовятся к пайке, и свой штатный врач с медицинской сумкой. И так каждый день идет оттачивание навыков, выполнение служебно-боевых задач и многое-многое другое. Все для того, чтобы в нужный момент показать, чего стоит СОБР в деле. Отряд СОБР выполняет любые задачи, поставленные нашим правительством и нашим руководством. Мы готовы любые задачи выполнить. Валерий Седов, Игорь Глоутов, телекомпания «Город». В Рязани торжественно встретили сводный отряд полиции, прибывший из служебной командировки в северо-кавказский регион. На контрольно-пропускном пункте Затеречный они пресекли более 150 попыток незаконных перевозок, в том числе оружия и наркотиков. Представители почти всех полицейских специальностей из разных районов области полгода несли службу в северо-кавказском регионе. Они всегда были на связи с родными, но так далеко от дома. И 25 мая полицейские вернулись в Рязань. Их встретили губернатора Рязанской области, главный федеральный инспектор Рязанской области, аппарата полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе, первый заместитель председателя Рязанской областной думы, временно исполняющий обязанности начальника МВД России в Рязанской области, а также коллеги, родные и близкие. Вынесли службу не только по охране общественного порядка на границе Дегистана и Ставропольского края, но и выполняли задачи по контртеррористической операции на территории Северо-кавказских республик. Вы достойно пронесли знамя Рязанской полиции, все вернулись без потерь, за это огромное спасибо. Иван Бахилов отметил, что этот сводный отряд показал один из лучших результатов за всю историю командировок Рязанской полиции на Северный Кавказ. Отдельную благодарность он выразил семьям полицейских, которые искренне переживали и ждали своих героев домой. Задача полицейских уходила обеспечение охраны общественного порядка при течении незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков. А также они решали задачи по задержанию и обезвреживанию лиц, которые находятся в розыске. К тому же полицейские выявляли контрабанды и похищенный автотранспорт. Вынесли важную службу, охраняли порядок, обеспечивали безопасность, оказывали коллегам из Северо-Кавказского региона поддержку в борьбе с преступностью. Благодаря вашей качественной работе за эти полгода предотвращено более полутора сотен попыток незаконных перевозок, в том числе огнестрельного оружия и наркотиков. Задержан ряд транспортных средств и граждан, находящихся в федеральном и международном розыске. Губернатор поблагодарил сотрудников МВД России по Рязанской области за безупречную службу и пожелал новых профессиональных успехов. Накануне возвращения рязанские полицейские передали служебную вахту на федеральном контрольно-пропускном пункте Затеречный своим коллегам-землякам. ОПП оборудован достаточно современным оборудованием, которое позволяет в режиме онлайн выявлять лиц, которые находятся в наружении пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также устанавливать ту кладь, которая находится в транспортных средствах, в том числе и скрытую. Это специальное оборудование, которое просвечивает автотранспорт и показывает все предметы, которые запрещены в обороте и иные средства, которые изымаются. Отличившиеся сотрудники получили награды, знаки губернатора и благодарственные письма. Некоторым стражам правопорядка в качестве поощрения досрочно присвоили очередные специальные звания. Это была программа «Территория закона». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин